здравствуйте друзья нас спрашивают почему это в америке такой высокий процент людей находящихся в местах как бы сказать не столь отдаленных есть статистика вы можете пойти там на википедию там там вся статистика есть по разным странам есть и в сша где-то 700 там с лишним человек на 100 тысяч населения 700 с лишним человек находится вот в этих самых местах в российской федерации это 500 там 40 я не буду тоже достаточно много потому что есть страны где это вы по 100 и по 150 очень многие страны развитые страны особенно и думать что так много то есть несколько особенностей дело в том что люди думают ой ты смотри какая там как ног народу сидят на этом опасно ходить по улицам там преступность высокой так далее то есть они это так интерпретирует поэтому я просто прокомментирую что происходит дело в том что вот например восемьдесят пятом году по делам о наркотиках сажали посадили там 45 тысяч человек а дальше ужесточалось и ужесточалось законодательство по наркотикам и сейчас например вот где-то полмиллиона в год по этим делам сидят садится новых продолжительность тоже большая то есть если скажем там день во франции или в англии по тем же там несложным наркотическим делам там людям дадут на скан 6 8 месяцев то здесь дадут скажем от могут и 5 и 10 лет тоже могут за то же самое поэтому суровость наказаний именно именно про наркотики речь идет поэтому люди дольше сидят знаете если например половина сидящих сидят по наркотикам и сократить сроки в 10 раз то окажется что в общем то ведь гораздо меньше народу будет за решеткой кроме того есть еще один фактор в соединенных штатах если человек совершил три два серьезных преступления но против личности как бы да то есть он может быть в драке участвовал пырнул кого-то там ограбление там гоп-стоп какой-нибудь там с оружием в руках и так далее третий раз его сажают на 25 лет сразу то есть его его убирают вообще с территории то есть он он оказывается в этих местах капитально то есть речь шла вообще о пожизненном я помню по моему последнее что я читал это что вроде им 25 лет не пожизненно на 25 поэтому так получается что меры жесткие меры жесткие потому что общество нетерпимо к насилию к грабежам к людям которые используют там оружие к людям которые занимаются торговлей наркотиками и вот производства там наркотиков и так далее то есть уровень нетерпимости в обществе к этому очень высок общество поддерживает продолжительные сроки наказания за определенные виды преступлений поэтому процент людей которые там находится достаточно высок я помню большая дискуссия была по поводу вот этого там правила трех преступлений получалась такая история вот человек что-то там совершил ему дали срок он вышел и опять за свое ему дали больший срок он вышел и там вообще двоих убил и люди говорят сколько же он должен убить народу чтобы ну вот его тут уже совсем бы не было вокруг нас но что должно произойти но хватит может быть ну вот тут он с ножом там вот я не знаю там голову кому-то проломил ну ну хорошо ну третий раз то уже все но сколько и показывали очень много случаев вот прямо живых конкретных вот вот такой-то человек вот он сделал вот это отсидел выше вот он сделал вот это отсидел выше вот он сделал вот это и после точно такой учинил и когда ты видишь это ты говоришь а пусть бы он там все время сидел ну чего его пускать но сейчас выпустим сейчас мы выпустим а он опять что-нибудь сделает это же понятно это же уже вот ну как бы да кто хочет рисковать и вот такое такое было время такое было обсуждение я это помню просто у меня на глазах происходило так что вот поэтому много народу сидит в таких местах для того чтобы остальным было спокойней так идея такая так тут у нас народ разъезжается ой поэтому это не значит что на улицах нет не спокойно это как раз наоборот то есть чем больше их сидит там тем спокойнее оставшимся вот как бы идея была вся в этом счастливо